Всем привет! С вами Наталья Фель, художник Акварий Лест. Друзья, сегодня я вам предлагаю погрузиться в мир зеленых оттенков вместе со мной красками Шин Хан от MPM Art и разобраться, как же создать интересные зеленые оттенки, не прибегая к огромному количеству зеленых цветов. Я хочу показать вам различные смеси на основе красок Шин Хан, конкретно на основе цвета веридиан, это изумрудная. Смотрите, в чистом виде эта краска достаточно холодная и кажется совершенно не подходящая для изображения живых деревьев. Но, если мы возьмем ее и смешаем с оранжевой, добавим бриллиант оранж, она на глазах начинает теплеть, ее цвет становится благороднее. Тут, конечно, большой вопрос будет в том, сколько вы добавите оранжевой, то есть пропорцию. И смотрите, что получается. Может получиться достаточно такой насыщенный темно-зеленый. Это в случае с оранжевой. Что, если мы к изумрудной домешаем индийскую желтую? Вот такой оттенок. В этом случае мы получим достаточно яркий, где-то даже может быть, а также через шур яркий оттенок вот такой сочной зелени. Если мы больше добавим, максимально много желтой, то, в принципе, вполне себе такой неплохой оттенок для того, чтобы изображать зелень на свету. Смотрите, да, совершенно уже другая история. Уже никакого холодного морского оттенка мы не видим. Также изумрудный можно смешивать с теплым красным, например, с вермиллеоном. Так он выглядит. Умничка не подвыгнулась, исключительно. Что будет, если мы смешаем изумрудный с зеленью? Тоже все очень зависит от продукции, бесспорно. Можно получить, посмотрите, насколько красивый, подкородный оттенок зеленого. Вполне рабочий. Больше всего мне нравится смесь именно с вермиллеоном. Также для, допустим, ели и для холодных оттенков я взяла бы вот эту изумрудную, смешала бы ее с вермиллеоном и домешала бы туда синюю, пикокблу, пушенхан. И тогда мы получим прохладный. Здесь я уже совсем капельку добавляю. Я взяла вермиллеона, прям совсем чуть-чуть, и получаю такой хорошенький, насыщенный тоже оттенок. Конечно же, можно из фиолета вымешать наш изумрудный. Давайте покажу, что здесь в этом случае получится. Можно какие-то дальние-дальние ели его домешивать. Например, если вы изображаете историю, которая имеет воздушную перспективу, то тоже вы смотрите, какой красивый холодный оттенок можно получить, смешивая изумрудность с фиолетом. Про то, как изображать деревья, я подробно расскажу вам в следующем видео. Следите за выпусками.